Привет! Опять с нами Наталья сегодня. Ей скучно, и она опять к нам приехала. Да? Да. Наташа вообще нашла контакт со зрителями. Это же хорошо. У Кая вчера три часа в эфире, и у нас в эфире пять часов. Восемь часов без остановки разговаривать. Да? Представь. Я даже не знала. Пролетели как один час, да? Опыт. Опыт. Набирай все опыта. Да, Наташа откроет свой канал сто процентов. Туплю телефон и сразу открою. Как открылись. Вот тут вот что там. Это шутка, Таня. И кто юмор понимает, тот юмор понимает. Поэтому да. Бывает алкоголь в нашей жизни, но это так. Немножко баловства неправильно. Вообще и уходящая. Я? Я. Сейчас пойдем посмотрим. Может, елки уже по низкой цене. Ну, такая вообще тонкая елка. Как вы, подписчики, выспались или нет? А то мы вам спать не давали долго. До двух с половиной часов сидела. Вообще ты что? Я не выспалась. Вообще. Тоже красивые звездочки. Смотрите. Прикольно. Красивый такой пуховик. Это в этом. Нью-Йорк. Да? Папюсон галимый убрала. Нью-Йорк? Думаю, господи, так парку хочу, так хочу, так хочу. Захожу в нее, и завезли черные вот эти. Я сразу, сразу встала там, разделась, сняла этот мех. На меня все смотрят. Подошла к кассе и говорю, начи, снимать не буду. Ну, в нем и ушла. За мной бежали охранники, потому что я там отрезаю лейбу прямо в магазине. Они думают, что я ворую, а я заплатила. И тут же от кассы отошла две минуты. Одеваю и отрезаю уже лейбу. А в некоторых магазинах, ну, охрана, они же видят. На первом этаже встречают меня уже. Ух ты, какая елка, сейчас, извини. Смотрите, красивая. Вот такую домой нам. Говорю, а что, неужели они думают, что человек может настолько глупо своровать вещь в магазине? Прямо стоять перед ними, срезать лейбы? Ну, как? Там же еще вот эта пикалка есть, как-то ее вылезать надо. То есть они, ну, они же камеры, они сидят внизу охранник, кстати, я знаю, где они сидят. И там все наблюдают. А есть даже те, которые по магазину ходят. Да, да, да. В обычной одежде, то есть ты не узнаешь там, что. Это он здесь работает. Ну, короче, ходили за мной, проверяли сумку, чеки мои. Я говорю, это кауфен майне, майне вещь. Так я сразу поняла, что они за мной, я сразу поняла, что это из-за того, что я отрезала лейбу в магазине. Ну, да. То есть я даже не удивилась. Смотри, Луи Витон на месте. Нету. Это другой. А, да? Да. Ну, да. Этот похудеет. Это кучи. Это не Луи Витон, это кучи. А, они меняют бренды. Прям как ты. Хи-хи. Играни. Так, ты же еще раз. Еще раз? Нет, мне даже не надо. Кучи не нравится? А вот этот мишка красивый. Нет. Банально. А это Пиноккио или кто это? Мне в этом не везет. Зато мне, знаете, в чем везет? Я постоянно что-то нахожу. То 50 евро, то 10 евро. То ливеняка идет. Да? Рано утром. Ливень такой лежит, пятерочка и мокнет. Думаю, боже, она ждет меня. А где ты 50 нахожу? На вокзале толпа людей просто стоят и не знаю, куда они смотрят. Она лежит, 50 евро. Я вот так подняла, положила и пошла. Потом цепочку серебряную нашла. А сейчас иду резиночки. Три резиночки новые лежат, но я не решилась их взять. И вот эти модные шапочки. Кстати, дождь был. Валялась вот эта. Вся Германия курточка ходит. А, я поняла. Нордфейс. Да, да, да. Фейс, фейс. Ну, я не решилась взять. Думаю, какой-то бурш страшный я носила. Ну, хотя, можно было взять и отрезать там лейбл. И все, я потом... А мало ли кто и носил, еще в шейбуду. Лейбл, а ну... А, лейбл просто. Лейбл срезать, а шапка зачем? Вот это, кстати, плюсы в Германии. Что-то она хотела. Ну, да. Ситуация. С каждым днем идет понижение цены. Поэтому... Кстати, Настя, мне кажется, что в последний день вообще распродажа будет. Стоило это 25. 12,99. 26. Это было 20. Теперь 14,99. Акчен. Ангебот, короче. И что? Тут какие-то вентиляторы. А мы шучу. Настя, может... Еще подождать денек второй. Денек другой. На них не будет меньше скидка, не думаю. А куда они денут эти елки, по-твоему? Не знаю, ну не может быть. Ах, в Караса их в любом случае все равно не разобрут. Ну, эту я не хочу. Она вообще никакая маленькая. Она как будто была выше. Давай возьмем вот такую и на этом и все. Зачем она правила? Куда она зашла? А что ты зашла с этим? А как ты... У тебя человек есть? Никак нет. А зачем ты прям туда зашла? А почему ты прям сюда зашла? Заверзла. Так вот тут бы постояла бы. А почему ты есть? Вот. Выходи оттуда, Наташа. Зачем? Мы идем в Альде. Да ты тут не выйдешь. Запрет. А что ты делаешь? А как она вышла? Ну что, у тебя зашла и вышла. Пошла и вышла. Я же ничего не украла. Все, я не могу. Вот, смотрите. 88 центов. Коротен. Это морковка. Что это? Картошечка. Евро 79. Рубика 2.39. Мандолины 2.29 за килограмм. Это, кстати, дорого. Мы брали за евро 79. Там костюм я купила еще, что за бутылочку, подарок за 2 евро. Она 40 стоит. Я говорю, конечно, берем. Приходит. А, то, что рассказывала. А девочка, я говорю, да, я беру. Такая прям радостная. Бутылочка 40 евро. Ого, бешеные цены. Она мне, я же не понимаю, что она мне тулит. Говорю, Аня, переведи. Аня не соображает, потому что сколько людей было. Ну, вот это когда мы ели. Да, я знаю. Она мне показывает, она мне показывает, ну, сумма. Там было 54, там, да, допустим. Она показывает, 56, то есть 2 евро. И от своей уэра, ну, бутылочка, она, я. Я говорю, yes, берем. Мороз, да, сейчас? Ну, не мороз. Такое, ну, так еще не было. Ну, что, что, ветер. Ну, ладно. Пойдем посмотрим подставки. А может, правда, ну, подешевеют еще елки. А куда они их будут девать? Они их все не распродадут, да? Конечно, как все. Ну, может... А на ту ярмарку не хочешь? Они могут отдавать их потом это... На ярмарку там две елки. Будут отдавать беженцам. Ага. В тафель, в тафель. В тафель. Настя, а вот это там, где именно елки продают? Далеко? 1,4. А? 1,4. Ну, это недалеко. Путала эту тарелочку. Наташа говорит, стоит 4 евро. Мы удивились. Оказывается, 69 центов. Супер? Ну, не знаю. Все равно дорого. Ого. Без мига какой тяжелый. Очень тяжелый. Она не открыта? Не заглянуть. А с той стороны тоже? Большие, я хочу такие черные, а не все большие. Розовые. Да мужское, наверное. Нет, ну вот 38 написано, но это какие-то маленькие. Ты их мерила? Ну, вот хочу по-минейку. У меня цвет не нравится, мне хочется за черный. Надо четко 38. Классная. Ну да, прикольно. За 60 центов они стоят 7. Мне не стоят 7. Не, я не буду за 7 брать. За 60 центов я хочу. Не, я шучу, у меня полно топочек. Ну, такие, ничего, принципе. Можно было. Ну, не за 7. Где-то за 3. Где-то 5. Ну, на. Подставку под елку нигде не можем найти. Мы уже здесь были, обратно заходим. Говорит, давай же дом. Капец. Наташа опять здесь. А где меня поменяли? Уже на другого. В общем, не нашли мы нигде эту. О! Не нашли мы нигде подставку под елку. То Наташа взяла себе новогоднюю шапку. И серёжки новогодние. Да! Почти. Ты же говорила один раз, Наташа. Только ты не торопись, слышишь? Вернее, наоборот. Торопись, когда видишь, что оно прям близко. Оу! Дотронулась до нитки! Почему? Варум! Наташа, ты прям до нитки дотронулась? Да, да, вот видишь, все брюшки. Там такая красота. Там шапка виноградная. Наоборот. Он тоже в шапке, Наташа. Игрушка в шапке. Евро. Стой, стой. Да. Не поняла. Ты что говоришь? Когда игра идёт, она нажимает. Всё равно должно быть. А может, она ждёт, и сейчас оно должно... Мне кажется, сейчас должно быть. А здесь разработник. Евро съел автомат. Ты что говоришь? Евро? Да. Да. И фирт, не лаглый. Фирт. Как-то. Это, наверное, не подстануло. Реальная жизнь. Подожди, давай сейчас тут есть... Кто тут работает. А как мы это докажем? Я на видео снимала. Автомат съел твоё евро. Он даёт, меньше, 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 больше не будет. Ну. Здрасте, не будет. Что, евро, это не деньги? Реально съел евро. Да нет, оно бы здесь мигало вот так, понимаешь? А ты евро, или, может, ты 50 копеек? Гебра, ну как это? Есть? Давай спрошу я. Ну, а не звера, ничего не будет. Так как это? Вон, дядечка, пошли. Пошли. Пошли на разборки. Скажем, войди на мышку. Пошли. А где ты его увидела? Вон, так вот за этим последний. Здесь ни при чём. Опять, Наташа, хочешь? Скажите, евро. Опять евро. Кидай, еди, еди, все. О, теперь да. Давай, давай. Чуть цепанула. А ну, играй ещё раз. А что играй ещё раз? Да я имею в виду, нажимай, вдруг оно евро. Мы сходили, там мужчина, который руководит детской каруселью, и всё. А тот, который за игрушки отвечает, его нет. Но он должен быть. Ты что, опять? Не, ну это всё, это игромания. Ты что, азартный человек? А, 5 евро. А ты на аттракционах такой не была. Ты должна забрать его, да? Ты будешь счастлива, если ты выиграешь? Да? Тарпринцер. Девочки, привет. Привет. А, это вкусно, Наташа. Я говорю, вон твоё евро, смотрите. Видно, нет? Я на каверу видно или нет? А где я? Я не вижу, я снимаю или нет? Вот сюда подойди, я. Сейчас подойди. Евро, смотрите. Наташа на евро. Ну, нормально? Что ты думаешь, наверное, насчёт этого? Не, ну а как оно могло? Я же сюда его кидала. Как-то вылетело. Ну, блин, Саня, ни у кого такой ситуации нет, а у тебя есть. Что ещё? Скажу. А что домой делать? Спускайте она. Мы встретили Вику, нашу зрительницу, но я её снимать, конечно, не буду. Неожиданно, очень и приятно. Это второй человек, которого мы встречаем у нас в городе. Ты достала? Смотри, аккуратно. Аккуратно. Давай. Почти. Ну, у меня есть 2 евро, но я не знаю. Может, тебе два видишь? Нет, посмотри, он хочет забрать твоего медведя. Если он сейчас вырос, он обязательно на тебя шинится. Наташа. Да, не доходит только. Для кого не проблема эта? Как сослечь? Да. Скинс. И по два бросать. Видишь, а я тогда прикоснулась. Да, ты прям до нитки дотронулась. Ну, что он не свалился, да? Это же несправедливо. Именно так, ниточку дотронулся, он должен свалиться. Так я два раза. Один раз чёртка ниточку дотронул, дай его чуть-чуть. Да. Это всё для лохов. Тоже хотят, да. Нас-то выселить, но что-то. Ну, вон, выиграли, смотрите, видишь? Как выиграли. А, это было только всё. Я не буду их снимать. Наташа, мы должны его забрать. А, смотри, тоже евро съела и нету. Смотри, тоже евро съела. А ему пофиг. Это мы с тобой будем ходить. Расстраивалась. Да, он даже местный. Ну, ладно, я шучу. Мы не особо расстроились, просто неприятно. Ты же понимаешь, что сейчас происходит? Мы по-любому его потом заберём. Наташ, ты слышишь? Что она там уже про меня рассказывает? Смотри. Ты видела? Не, ну меня конкретнее. Так, а как оно... Подожди, оно дотронулось. Может, какая-то другая стратегия? Не знаю. Я вообще в шоке. Ну, у меня всегда тоже дотронулось. Конкретно при том. Так, а что он... А почему оно не режет его? Не знаю. Не поняла. А что это? У него опять только что так было. Тю, подожди. Просто истерика, потому что у нас на курсы ходит мужчина. Ну как, он сейчас уже не ходит, потому что он политик уже когда-то сдал. Он пришёл, когда А2 начался модуль. И... Ну, он, я не знаю, араб. Я не знаю, кто он. Национальность. Я не знаю, кто он. Ну, в общем... И я же его узнала. Поздоровались. Наташа говорит. Попрошу сейчас сигарету. Просит у него сигарету. Он не даёт 2 евро. Попрошайка. У меня истерика. А этот... А там ещё рядом тоже другой был попрошайка. А он говорит, типа, нет, дай мне, мне. Эссен, Эссен, дай мне. Эссен говорит, хочу. И он дал ему. А этот, кстати, второй попрошайка, это русский он. Он тут постоянно. Он и на польском говорит, и на русском. Ну, в общем, он русский. Он когда-то сам сказал, откуда он. Да тут много таких русских попрошайок. Вот. Я насмеялась. А сейчас другая ситуация. Стоим же со зрительницей, с Викой общаемся, всё такое. И выигрывают медведя. Вот эта компания с вот этим, с наших курсов мужчиной. Наташа, я ей говорю, там же твое евро валяется. Иди, скажи, чтоб тебе вернуть. У этого, который игрушки выдает и обратно вешает. Она подходит, просит у него. Он ей говорит, типа, нет, типа, ж таки, мой дед, что-то. Потому что опять за папу в шарку. Всё, я не могу, я наржалась. Ну, прикиньте, они говорят, что они за цейн ойра выиграли 10 раз. Ну, я, по-моему, сколько мы там общались, они, наверное, раз 30 играли, если не больше. Ну, да, они быстро. Ой, я наржалась, я не могу, всё. Смеюсь, я не могу отойти. Вон, Наташа суп потёк её. Шапка намочилась. Шапка не намочилась. Она мне банку разбила. Ну, такая шерюкзак же, а так кидала в сырин. Вот такую вот эту термо... Как это терм? Это не... Как она называется? Бутылка, не знаю. Это ей бесплатно в этом Золандии дали, классная. Какая шерюкзак разбила. Ой, всё у меня плохо сейчас. Шерюкзак аккуратно ставит. Суп вкусный такой. Елки-палки, жалко. Я насмеялась, я не могу вам просто передохли. Ой, рады, что познакомились вживую, да, с нашей зрительницей, с Викой. Очень приятная девушка. В общем, ребёнок классный. Мы очень рады знакомству. Поэтому, Вика, если ты смотришь, ещё раз большой привет. И мы очень рады пообщаться, встретиться. Будем поддерживать общение. Живём рядышком. Поэтому будем видеться, гулять, дружить. В общем, так. Шушёность? Ну, я Наташа, говорит, телефон хочет притереть. Ой, я не знаю. Меня так рассмешили, что у меня голова разболелась просто. Не могу. Да, собственно, было. Может, он всё-таки не понял, что это было твоё евро, которое ты случайно закинула? Я ж не знаю, поняла он или не понял. И такой дикий, сразу себе бежит, выхватывает. Это сувенир? Да? А ты знаешь, что это плохой знак? Сувениры носить, не настоящие. Да, нельзя, на самом деле, это наоборот приносит. Да, да, да. Именно настоящие. Это значит, что без денег я навсегда. Именно 100 долларов. Надо настоящее. Я тоже так мне говорила, я раньше носила, в детстве. Выкинь. Или это настоящее? Я знаю язык. Извините. Самотюки? Нет, вы, девочки, не так нельзя. А что ты придумал? Возьми вот с сапулем. Да ладно, это ничего, рюкзак-то сложный.